Уважаемые коллеги, добрый день. Приветствую вас из Москвы. Несмотря на тревожную обстановку во всем мире, мы в Москве продолжаем нашу работу, соблюдая так называемую социальную дистанцию с моим коллегой Константином Магилевским. Мы сожалеем, что мы не можем видеть наших финских коллег, но голоса мы их слышим. И я надеюсь, что наше обсуждение будет достаточно плодотворным. Итак, мы сегодня хотели бы обсудить тему о развитии сотрудничества и изучении документального наследия Второй мировой войны. Это очень важная тема в преддверии, особенно, юбилея победы советского народа в Великой Отечественной войне. и юбилея, которые мы, несмотря на все трудности современного положения, мы будем широко отмечать. И позвольте считать нашу сегодняшнюю встречу одним из мероприятий в этом ряду. Я бы хотел с самого начала предложить технически один вопрос о переводе, поскольку не все участники у нас владеют английским языком, требуется перевод. Но последовательный перевод, как мне кажется, это вещь очень затратная по времени. И у нас есть возможность использовать синхронный перевод. Я бы хотел предложить коллегам остановиться на этом варианте, поскольку он удобен для той и другой стороны. Что касается наших отношений, несколько, я бы сказал, вводных слов о наших научных отношениях с финскими коллегами, то я бы заметил, что они очень успешно развиваются и уже достаточно давно. Как директор Института российской истории я с удовлетворением отмечаю, что наш проект по истории зимней, так называемой зимней войны, был в свое время реализован достаточно успешно. Благодаря сотрудничеству с нынешним послом Финляндии в Москве господином Микки Хауталу мы наши отношения очень хорошо развиваем. Господин Хауталу сам историк и русист, поэтому он хорошо понимает значение истории для наших отношений, наших народов, наших стран. Мы проводим с его помощью и при его посредничестве регулярные встречи в посольстве на исторические темы. Последняя была посвящена юбилею выдающегося государственного деятеля Финляндии Паси Киви. Мы проводим совместные российско-финские семинары для историков и для молодых ученых, что особенно важно, и издаем совместные труды. Есть и такие уникальные инициативы, как движение «Историки без границ», которое по финской инициативе было начато несколько лет назад. И благодаря этой инициативе мы, российские историки, получили возможность общаться, встречаться с нашими украинскими коллегами. И, как вы понимаете, здесь немало сложных моментов в наших дискуссиях. И финская сторона этому смягчению, я бы сказал, взаимопониманию сторон весьма способствовала. Ну и, наконец, в 2013 году, это может быть самый важный момент, между российским историческим обществом и Национальным архивом Финляндии. Было подписано соглашение о сотрудничестве. И я во время визита лидера нашего общества Сергея Нарышкина в Хельсинки. И это направление успешно развивается. И сегодня мы как раз собираемся говорить о том, как изучать документальное наследие Второй мировой войны в современных условиях, когда отнюдь не все еще документы стали достоянием и историков, и широкой общественности. Тогда очень важно понимание того, какие силы участвовали в этом противоборстве, на чьей стороне выступали так называемые батальоны, в частности батальон Норд-Ост. Мы знаем, что эта тема для финской страны достаточно непростая, но рады тому, что создана правительственная комиссия в Финляндии во главе с господином Юси Нордеева. И эта комиссия как раз ведет благородную, я считаю, исследовательскую, популяризаторскую деятельность по раскрытию всех, в том числе и темных сторон, истории Второй мировой войны. Мы надеемся, что сегодняшнее обсуждение будет способствовать развитию наших контактов, взаимообогащению документами, которые хранятся и в Российской Федерации, и в Республике Финляндия. И тем самым мы с двух сторон, общими усилиями, мне кажется, способны и должны внести свой вклад в обогащение документального наследия, исследований по истории Второй мировой войны. Я на этом свое краткое вступительное слово хотел бы завершить и передать слово исполнительному директору Фонда Истории Отечества и члену президиума Российского Исторического Общества Константину Могилевскому. Пожалуйста. Спасибо, уважаемые коллеги, дорогие финские друзья, для наших российских коллеги рады со своей стороны всех приветствовать и видеть всех в добром здравии, что по нынешним временам не является просто фигурой речи. Для Российского Исторического Общества в целом, для Фонда Истории Отечества, учрежденного в 2016 году указом президента Российской Федерации, одним из важных, конечно, направлений является сотрудничество с финскими историками, архивистами, проработка вопросов, представляющих интерес для обеих сторон. Я должен сказать, что за прошедшие годы у нас было реализовано уже несколько таких хороших совместных проектов. В 2017 году, когда отмечалось 100-летие независимости Финляндии, по линии Фонда Истории Отечества были поддержаны издания сборника документов России и Финляндии от противостояния к миру, проведение мероприятий России и Финляндии на динамике противоречий, был круглый стол и тематическая выставка. По линии Фонда получила поддержку передвижная экспозиция «Ленин и Красные Финны» — это проект коллег из города Выборга, основанный на финских архивных источниках. И десятки историков из Финляндии приняли участие в международных научных мероприятиях, поддержанных по линии Фонда Истории Отечества, посвященных столетию Великой Российской Революции и Гражданской войны. Конечно, для нас сейчас и в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне, окончания Второй мировой войны, особенно актуальными являются вопросы, связанные с раскрытием последних, может быть, белых пятен, которые остаются в истории этой войны. Это касается как пополнения общедоступного документального наследия, так и продолжения исследований тех документов, которые уже были известны ранее. И в этой связи, конечно, мы с большим интересом, вниманием знакомились с докладом Национального архива Финляндии, который был издан чуть более года назад, в первой редакции, во второй редакции осенью прошлого года. Это важнейшая, очень ценная, думаю, для исследователей и шире для общественности информация, которая, как мы сегодня с коллегами обсудив, поняли, не переведена на русский язык, а речь в докладе идет в первую очередь о действиях, укомплектованных финскими военнослужащими батальонов СССР, которые имели место на территории нынешней Украины и Российской Федерации Северного Кавказа. Поэтому мы, уважаемые коллеги, если вы не будете возражать, просто этот доклад переведем на русский язык и по итогам нашей встречи опубликуем предъемогласности, чтобы не только те, кто читает на английском языке, могли бы с ним познакомиться. Конечно, возникают и новые вопросы, темы для совместной работы. Вот сейчас мы все знаем, произошло очень значимое событие, важное. Целый ряд важнейших документов, касающихся истории действий финских оккупационных властей на территории Карелии в 1941-1944 годах, был рассекречен и передан из архивов спецслужб в архив Карелии. И теперь эти материалы становятся доступными для исследований и пополняют те результаты, которые уже были достигнуты раньше. В частности, речь идет об этом очень хорошем продукте, подготовленном финской стороной. Вот это база данных узников концлагерей. Наверное, остаются еще различные оценки количества и военнопленных, и мирных граждан, которые содержались в этих лагерях, 14 лагерей, если я не ошибаюсь, было на территории Карелии. И эта работа в сотрудничестве, конечно, российских историков и финских должна продолжаться. В этой связи хотел бы предложить на обсуждение такой вопрос. Мы знаем, благодаря работе финских архивистов, имена людей, которые служили в батальонах СС, сукомплектованных финскими военнослужащими. Мы знаем имена жертв, во всяком случае, многих жертв, людей, погибших в концлагерях на территории Карелии. Мы не знаем или плохо знаем, кто был их палачами, и как их сложилась судьба в дальнейшем. Может быть, вот здесь было бы еще поле для сотрудничества. В этой связи, конечно, я знаю, что историки, специалисты по этой теме обсуждают вопросы организации работы по изучению трофейных документов, трофейных для Финляндии, вывезенных с оккупированных территорий СССР в 1944 году. Конечно, выдающийся результат совместной деятельности финских историков, архивистов и наших коллег из Владикавказа. Сейчас, совсем недавно, на базе Северо-Ассетинского государственного университета создано отделение Российского исторического общества во главе с Бертом Владимировной Туаевой. И вот в активе отделения, в архиве университета уже замечательные результаты исследования, когда удалось соединить финские документальные источники со свидетельством человека, который был очевидцем этих преступлений. И тем самым, как говорится, сложить окончательно пазл, подтвердить те данные, которые содержатся в известном дневнике финского военнослужащего. У нас большая с вами повестка. Я еще, может быть, только добавил бы к поступлению Юрия Александровича Петрова. У нас в Российском историческом обществе решением Сергея Евгеньевича Нарышкина была создана комиссия по изучению преступлений нацистов на территории Советского Союза в годы войны. И здесь с российской стороны все предстоящие как раз являются членами этой комиссии. И в этом смысле у нас некая организационная основа с российской стороны для развития дальнейшего нашего сотрудничества, исследовательского, публикационного, она есть. Есть большое желание к продолжению совместной работы. Спасибо большое, Юрия Александрович, за предоставленное слово. Спасибо, Александр Ильич. Мы бы хотели теперь услышать наших финских коллег и хотел бы предоставить слово генеральному директору Национального архива Финляндии господину Юси Ноортеву. Пожалуйста. Большое спасибо, большое спасибо. Прежде всего, хочу рассказать о сотрудничестве архивов, которые продолжаются уже более 15 лет. У нас есть соглашение с 56 архивами на территории России и бывшего Советского Союза. Поэтому у нас огромный набор материалов, то есть практически полтора миллиона документов. Это очень важно для нас с учетом общности нашей истории. Мы рассматривали различные периоды в нашей истории. Например, очень важно, в общем-то, замок Свеоборка, изучение того периода, когда Финляндия была частью Российской империи в качестве независимого княжества. Это сотрудничество было прекрасным. Кроме этого, мы участвовали в работе с историками. Итак, у нас были встречи с финишской империи в Москве. И мы участвовали в представителями России, университетами, вузовского сообщества. Мы выражаем сожаление по поводу того, что празднования были отменены в связи с празднованием 9 мая. Мы уже надеялись на это, купили билеты, но их нам пришлось отменить. И мы надеемся все-таки участвовать, изыскать возможности, принять участие, если они позволят нам по графику. И, в общем-то, у нас никто из нас не знает о том, что произойдет осенью. Особенности – благодарю вас за оперативное сотрудничество с Университетом Северной Осетии по линии вопроса той работы, которая касается участия добровольцев, которые творили бесчинство в районе Украины с 1941-1945 годы. Итак, и финский батальон был отузван, и обратно в Финляндию. Мы показали, что объединенными усилиями можно бросить другой взгляд на историю. В Финляндии у нас накопился обширный объем материала по поводу нацистских добровольцев. С 40-х и 50-х годов многое сделано. Появились в 60-х годах книги по истории. И сейчас нам удалось использовать материалы из российских архивов. И очень важно показать то, что мы можем опереться на них в своем исследовании. Признательны вам за оперативную работу, за оперативный отклик со стороны наших коллег в Университете Северной Осетии. Также мы работали, хочу уведомить вас, мы работали с представителем господином Алексеем Симарином. Он показал нам интересный перевод книги, которая была опубликована и на английском, и на финском языках, и также на русском языке. И я считаю, что эту информацию мы с удовольствием можем довести до сведения российской стороны. Российские историки смогут поддержать этот проект, сделать вклад в этот проект господина Симарина, и можем принести пользу в общем нашем деле, в деле нашего сотрудничества. Еще один есть проект по линии нашего взаимодействия с российскими архивами и музеями. Он не упомянут в нашей повестке дня. Это история Свеяборга, Свеяборгской крепости в Хельсинки, которая была под прямым командованием России. Она перешла под финское командование после обретения Финляндии независимости. Изначально крепость это была шведской, строительные работы начались в 1748 году. Потом в 1809 году, когда Финляндия вошла в Российскую империю, крепость стала морским портом. У нас есть специальное общество Августина Эриса. Он начал фортификационные работы. Это общество Августина Эриса празднует 100-летний юбилей. Идея такая – провести экспозиции и в Свеяборге, на территории крепости, и на уровне национальных архивов, поскольку у нас есть национальный архив генерала-губернатора, и, в общем-то, большой объем архивных материалов в Финляндии. Мы обсуждали эту инициативу с нашими коллегами из Центрального архивного ведомства в России, и провести это мероприятие планируется в 2021 году. У нас будут материалы из Швеции, надеюсь, и из России, и из Финляндии. И, в общем-то, можем ее назвать так, крепость трех стран, или трех наций – России, Швеции, Финляндии. Хотелось бы затронуть такой вопрос. Этот вопрос касается нашей общей истории, которая касается нас всех. К примеру, война, которая у нас была на территории церкви, на этой территории, она, в общем-то, вовлекала и Россию, и Швецию, и Финляндию. И здесь нужно сказать, что мы собираем материалы вместе, общими усилиями, и у нас есть соглашение, по которым мы пригласим к сотрудничеству российских коллег. У нас есть такое хорошее участие со стороны президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Мы рассматриваем материалы по поводу финнов в России, которые жили в России после 2017 года. У нас есть данные из национальной президентской библиотеки, и мы вам признательны и за этот момент сотрудничества. Также, конечно же, у нас есть экспозиция, намеченная на октябрь 2020 года. Дмитрий Фролов, господин доктор Паппуэнен, как уже сказали. У нас есть очень много, намечено много мероприятий. Мы очень признательны за сотрудничество и с историческим обществом. В Финляндии, в общем-то, стала вторым финская организация, которая подписала договор о сотрудничестве с российской стороной. Мы очень горды тем, что подписали его в ходе встречи с господином Нарышкиным. И этот документ был подписан в Финляндии по поводу договора, по поводу того, что касается военнопленных и гражданских работников на территории Карелии. Эта тема касалась договора о перемирии между СССР и Финляндией, который был подписан 19 сентября 1944 года. 18-е положение его говорит, что от Финляндии требуется взаимодействие с союзниками по линии ареста и вынесения приговоров лицам виновных в военных преступлениях. Эта работа была инициирована. По этой линии мы уже начали работу с архивами, мы создали базу данных, касающихся пленных, которые умерли в этих лагерях. У нас советских военнопленных было 64 тысячи, 19 где-то тысяч умерло, погибло. После окончания Второй мировой войны у нас была общая комиссия, и у нас также есть база данных по гражданским лицам в Карелии, в Восточной Карелии. 24 где-то максимум у нас тысячи было людей, содержащихся в них на апрель 1942 года. Они там содержались в период между 1941 и 1944 года. И здесь нужно сказать, что они были не карелами по происхождению. На 98-99% они были русского происхождения, не карелийского происхождения. У нас есть информация об этих лагерях, записи архивные. Из общего числа лиц, которые работали в лагерях в Восточной Карелии, 4600 людей погибло. И из этих 4600 людей, которые умерли, 1345 являлись детьми в возрасте до 15 лет. По сути, они, вместе с матерями, дети угонялись в эти лагеря. Также у нас состоялись судебные процессы после окончания войны. И объединенная комиссия под руководством генерала Жданова В 1947 году она начала работу и начали исследоваться документы. Был составлен список, он был подан премьер-министру финскому Уху Кастре. В этом списке фигурировали 61 человек, который был предан суду в связи с событиями, связанными с рабочими вот этими лагерями в Восточной Карелии. Эти трибуналы, они прошли, имели место. И среди этих 61 человека, Жданов, 20 февраля 1048 года, он постановил, что из них 17, из них нужно освободить. Против 16 были возбуждены уголовные дела. Еще, в общем-то, в отношении других длилось расследование. У нас были материалы, собранные в Карелии, по руководствам Геннадия Куприянова. Где-то было 2000 единиц информации, которые привели к проведению этих судебных процессов. Я считаю, что эта информация содержится в наших архивах. Я считаю, копии они доступны. Люди, которых присудили после Второй мировой войны, после окончания войны, не получили по заслугам. По поводу военнопленных. Была комиссия под руководством Олдемана Хеглунда. Эта комиссия проработала где-то 330 тысяч дел. Из них 1400 было выдвинуто обвинениях. И определенное число процессов было проведено в отношении лиц, которые были причастны к работе этих лагерей военнопленных. Сотни этих лиц получили сроки после окончания Второй мировой войны. Мы знаем, что в 1948 году Объединенная комиссия покинула пределы Финляндии. Многие из них на тот день, на то время, 90 примерно уже были, уже отбывали сроки. Многие получили пожизненные сроки. Многие сейчас выпущены. Но президент у нас в 1991 году помиловал одного человека, по нашим сведениям, человека, который получил приговор за убийство 34 военнопленных на территории лагеря для военнопленных. Нас интересует этот вопрос, поскольку у нас было проведено где-то 941 процесс, был проведен в соответствии с юридическими процессами. Мы не можем судить одного человека по какому-то одному обвинению более одного раза. Не можем это делать. Интересно, что материалы из финских архивов, многие материалы не были использованы в предварительной работе этого комитета. Мы приветствуем инициативы, истремления российских историков в части проработки этих сведений. Мы, их большой объем, у нас было сделано 20 публикаций, не только на финском, но и на других языках, потому что касается этих процессов или уголовных дел. Но представители России мало о них знают, поэтому я приглашаю вас к работе с национальными финскими архивами, которые касаются Второй мировой войны и этих событий. Они в свободном доступе. Крайне важно в работе использовать архивы, материалы из архивов, поскольку это аутентичные материалы, чтобы получить полное представление, чтобы лучше знать то, что происходило в Карелии в ходе исследования генерала Куприянова. И эти сведения у нас тоже есть. Вопросы эти обсуждались не только в Финляндии, но и на международной арене. Крайне важно, чтобы мы, как историки, свободно, спокойно проработали эти материалы. На этом я заканчиваю. Потом мы наш разговор этот продолжим. Спасибо. Спасибо большое, коллега Юси. И разрешите поддержать ваш призыв о том, чтобы мы активнее использовали взаимные наши архивные ресурсы, и финские, и российские. Собственно, задача историка – собрать всю сумму фактов и только тогда делать выводы. Позвольте сейчас предоставить слово следующему участнику нашего совещания директору Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского госуниверситета, Веригину Сергея Геннадьевича. Сергей Геннадьевич, мы вас видим, пожалуйста. Добрый день. Слышно меня? Да, слышим. Добрый день, уважаемые российские коллеги, финские коллеги. Я очень рад всех видеть. Хочу сказать, что с финскими коллегами и с господином Нортова, и с господином Фроловым и другими мы сотрудничаем в Карелии у нас. Я хочу сказать, что сегодня утром прочитал статью Юси Нортова в крупнейшей финской газете «Хельсенкен Санамат». Только утром перед нашим совещанием статья вышла вчера, 28 апреля, где он также касается документов, связанных с Второй мировой войной, с оккупацией Карелии. Мне было интересно познакомиться с позицией господина Нортова. Со многими его взглядами я согласен. Ну, а какие-то требуют еще продолжения изучения. Я хочу отметить, об этом уже говорил здесь Константин Ильич Могилевский, что сейчас в России осуществляется большой проект без срока давности. 22 региона России, которые подбереглись оккупации, нацистская Германия и ее союзников готовят сборники документов об аквуационном режиме, о преступлениях, которые были на этой территории. В Карелии мы тоже готовим такой региональный том без срока давности. И, конечно, мы задействовали все архивные материалы, которые есть у нас в Национальном архиве Республики Карелия. Материалы Государственной комиссии по расследованию злодеяний, оккупантов, которые были изданы в 1944-1945 году. Воспоминания малолетних узников, сборники «Судьба», «Детство за колючей проволокой», «Плененное детство». Слава Богу, у нас еще живы узники, малолетние узники финских наслогерей, «Союз» есть малолетних узников, они делятся своими воспоминаниями. Но мы встали перед проблемой все-таки расширения источниковой базы. И Национальный архив Республики Карелия обратился в ведомственные архивы. И мы получили недавно, буквально две недели назад, из архива Управления Федеральной службы безопасности по Республике Карелия, Российской Федерации по Республике Карелия, рассекреченные документы, большой массив документов, более тысячи архивных документов, которые касаются финско-оккупационного режима периода в Карелии, периода 1941-1944 года. Документы рассекречены, находятся сейчас в Национальном архиве. Мы сейчас их разбираем, изучаем. Я вот уже две недели знакомлюсь с этими документами. И хочу сказать, что более 100 этих документов мы включаем в сборник. Без строгодавности, вот это региональный том. Там будет около 200 документов, даже чуть больше. Так вот, половина документов, это будут новые документы, вот рассекреченные, с которыми смогут познакомиться и российские исследователи, и общественность российская, и, конечно, финляндские исследователи, финляндская общественность. Сборник планируется издать осенью, в сентябре, в октябре 2020 года. Поэтому я бы хотел сказать, что документы довольно разнообразные, интересные. Здесь и протоколы допросов свидетелей из трудовых лагерей, из концлагерей, допросы военнопленных, как финских, так и советских, справки, материалы, сводки 4-го отдела НКВД о положении на временно оккупированной территории Карелии в 1941-1944 году, ну и так далее. Конечно, и я, и другие исследователи в Карелии изучали этот вопрос, но все-таки мы получили новые, во многом данные, которые позволяют расширить нам картину от финско-оккупационного режима в Карелии. Сейчас мы приходим к выводу, что вот на этой территории, где содержалось чуть больше 86 тысяч, было создано 14 концлагерей для гражданского населения, 6 петрозаводские, 34 трудовых лагеря, 42 лагеря или роты для военнопленных, 10 тюрем, то есть на территории Карелии вот для 86 тысяч было создано более 100 мест принудительного содержания населения. Кроме того, значит, в этих документах значительное количество фамилий. Вот мы знаем хорошо руководителей военного управления Восточной Карелии, там Коти Ланина, Ара Юрия, Палахейм и так далее. Вот в рассекречных документах это фамилии начальников, комендантов концлагерей, охранников, те, кто, в общем-то, по документам, по фактам, которые мы изучили, несут ответственность и должны были нести ответственность за, значит, вот те истязания, которые они применяли по отношению и к мирному гражданскому населению, и к военнопленным. Кстати, по военнопленным господин Нортова назвал цифру 64 тысячи, не совсем, сейчас цифра правильная, потому что сейчас 67 тысяч во военнопленных. Это в том числе выяснил финский историк Анти Куэла, и погибшие сейчас считают, когда финские следы считают не 19 тысяч, а 21 тысяча, примерно 22 тысячи, потому что 1200 советских военнопленных, они не получили статуса военнопленных, они переводились с передовой линии в концлагеря и погибали вот по пути, ну, по разным причинам. Но это можно выяснить в период, как бы, дальнейших исследований. Исследований. То есть, я хочу сказать, что мы сейчас получили очень большой такой архивный материал, который доступен сейчас не только для, значит, российских исследователей, но будет доступен для и финских исследователей. Поэтому я исхожу из той точки зрения, что нам надо сотрудничать в этом сложном вопросе. И опыт такой у нас есть. И, пожалуйста, мы приглашаем финских исследователей к совместной работе, возможно, провести там какой-то семинар или конференцию, вот. А в принципе, может быть, на будущее, вот, Юрий Александрович, в 1970-80-е годы действовала Советско-финляндская комиссия историков. После распада СССР она была приобзонна в Российско-финляндскую комиссию. И с российской стороны вызволял ее тогда директор Института российской истории Сахаров. С финской, по-моему, профессор, если не ошибаюсь, Тима Вихованин. Вот мне кажется, нам стоит возродить вот эту комиссию российско-финляндскую историков и архивистов в том числе. И мы могли бы регулярно встречаться и продолжать исследовать, потому что у нас общая история и очень еще много белых пятен, которые требуют исследований. Спасибо за внимание. Сергей Геннадьевич, очень интересная информация и очень хорошая идея о возрождении деятельности этой комиссии. Я думаю, что мы эту идею поделали. И кто хочет комментировать? Что сказать? Кто говорит? Спасибо. Да. Хочу кое-что сказать. Можно сказать? С финской стороны. Кто хочет добавить? Да, я вижу. Вы хотите... Вы хотите... Пожалуйста. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Я полагаю, что цифры, которые у нас есть в Финляндии, они не совсем совпадают с теми, что были нам приведены. И мне представляется, важно провести открытое обсуждение с тем, что были у нас были реестры военнопленных, кроме этого, реестры Красного Креста, с тем, чтобы все эти реестры были направлены для изучения. Речь идет не только о именах. Там и достаточно полная информация, где попали в плен эти военнопленные, были они здоровы или больны. и вся эта информация доступна на веб-сайте, включая, я и речу это всех реестрах, которые мы располагаем. Конечно, мы знаем, что все люди, которые считаются военнопленными Красной Армии, некоторые не добрались до вагирей, они погибли по дороге, могли в других местах. Мы проверяем, погибли ли на фронте или погибли в хоре транспортировки. Таким образом, они могли не попасть в реестр вагирей, но мы знаем о том, что им пришлось пережить. Это важно и для российских историков. То есть, вам важно располагать точную информацию. Как я уже говорил, все эти источники доступны. Кроме этого, вопрос о количестве гражданских в этих лагерях. Интересно сравнить эти списки по именам. Наконец-таки мы это можем сделать. Мы можем показать имена, которые не вошли в наши реестры. С тем, что мы могли проверить, что прошло с этими людьми и насколько надежна информация. Это важно сделать с обеих сторон. Мы бы увидели достоверность финской информации и достоверность российской информации. Но как уже поскольку речь шла уже о суде за военные преступления, и это проходило в послевоенный период с тем, чтобы те же имена, которые попали на список коди Лайнен, он не добрался до суда, поскольку он после 1944 года перебрался в Швецию и он переехал в Финляндию позднее уже. Он вернулся в 1949 году. Поэтому мы знаем достаточно точно, что произошло с людьми, которые были, которые предстали перед судом. Мы, в общем-то, знаем, что у нас мы сотрудничали с совместной комиссией генерала Жданова и с финской стороной. Важно посмотреть на информацию, которая была собрана генералом Куприяновым из Карелии. конечно, там были слухи и местные жители, может быть, и не знали точных цифр. Поэтому это, безусловно, какие-то сведения, но они не точны. Комиссия Куприянов, когда наконец-таки решала, выборочную информацию будут передавать финской стороне, а они хотели передавать только та, которую надежно считали. И это стало основой для проведения суда в Финляндии за военные преступления. Но, как мне представляется, важно сравнить различные данные, различные источники, данные, как это делается обычно в изучении истории не только в Финляндии, но и в других странах. Нам нужно заняться этой работой совместно. И, как уже мои коллеги упоминали, совместные исторические комиссии, их работа, встречи историков, встречи советских и финских историков в советский период, которые были основаны на основании договора о научно-техническом сотрудничестве. В общем-то, у нас уже имел место визит президента Медведева. Я думаю, что такие совместные встречи очень важны для обсуждения этих вопросов с историков. Это весьма позитивно для нашей инициативы. Благодарю вас. Благодарю вас, коллега Норта Абазар. Еще один призыв к нашему сотрудничеству, и я думаю, что все мы его разделяем. И сейчас хотел бы предоставить слово Елене Петровне Малышевой, декану факультета архивного дела, историк архивного института, РГГУ. Она как раз человек, который напрямую участвует в подготовке большой документальной публикации, связанной с проектом Бесоок и Давности. Пожалуйста, Елена Петровна. Спасибо, Юрий Александрович. Коллеги, я очень рад сегодня вас приветствовать, рада быть вместе с вами. Огромные слова благодарности российскому историческому обществу за эту площадку. Площадку прежде всего профессиональную историков и архивистов, потому что как сегодня уже очевидно из нашего разговора только профессиональный диалог, поставленный на вот такую хорошую коммуникацию, он действительно способен решить обоюдно заинтересованные сюжеты и осветить те вопросы, которые до сих пор в науке являются дискуссионными. Сегодня мы, безусловно, существуем в открытом информационном обществе, и это накладывает на нас очень серьезную ответственность с точки зрения позиционирования в том числе и исторических архивных документов. И их ценность в настоящее время она действительно как никогда высока. Это связано безусловно прежде всего с тем, что уходит поколение, которое могло прокомментировать, рассказать о тех событиях, и архивные документы становятся той документальной объективной базы, на которую необходимо ссылаться, и на основании которых только и возможно делать какие-либо выводы в профессиональной сфере. В России сейчас ведется очень масштабная работа, и то, что мы с вами наблюдаем сейчас по рассекречиванию документов из ведомственных архивов, связанных именно с территории Карелии и передачи документов в общий доступ в национальные архивы, это лишь один пример той масштабной деятельности, которая сейчас ведется в России. Ведется она не спонтанно, и вот именно запланированный и хорошо продуманный формат этой работы, он как раз внушает уверенность, что то, что сегодня делается, будет обязательно иметь позитивный результат и позволит нам выйти на новый уровень осмысления тех проблем, которые являются не только вопросами профессиональными, связанными с историей той или иной страны, а которые связаны прежде всего с сохранением общечеловеческих, общегуманитарных ценностей, потому что когда мы говорим о преступлениях нацистов против мирного населения, то мы, конечно же, имеем в виду именно сохранение человеческих ценностей, очень важных для развития современного общества, уважения к человеку, уважения к его достоинству, к его естественным правам на жизнь, на существование. И та политика, которая сегодня проводится Россией и та политика, которая присутствует в Финляндии, мне кажется, она способствует вот именно такому очень хорошему продуктивному диалогу именно в настоящее время. Та работа, которая сегодня инициирована Российским Организационным Комитетом Победы, несколько последних его заседаний в России прошли именно в том числе с обсуждением этой проблемы, проблема рассекречивания архивных документов и обеспечения доступа к этим документам, получила и подтверждения в поручении президента, поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что эта работа сегодня ведется системно. И действительно, эта работа, она предполагает несколько направлений, которые на сегодняшний день являются уникальными, потому что беспрецедентная возможность именно обеспечения доступа к этим документам. Одно из направлений связано с формированием базы документов в электронном виде. Эта работа очень сегодня активно ведется Федеральным архивным агентством при поддержке Института истории, Российского исторического общества. И будет открытый информационный ресурс, он будет доступен в мае месяце, уже совсем буквально скоро, в течение месяца. И здесь, конечно, очень большая часть уже рассекреченных по всей территории России документов появится в свободном доступе, доступном как общественности, так и научному сообществу. И вторая составляющая, о которых сегодня уже Сергей Геннадьевич сказал, это издание сборника документов по каждому оккупированному региону в период Великой Отечественной войны, в том числе и по Карелии. И вот такая открытая информация, она, конечно, строится на обоюдных началах, и мы видим и очень высоко оцениваем ту готовность местной работе, которая присутствует сейчас у наших коллег из Финляндии. Спасибо огромное за ваше именно искреннее желание включиться в эту работу, потому что мне кажется, что вот организационные возможности здесь, конечно, уже присутствуют, и на самом деле нам, наверное, надо только уже определиться с таким хронометражем деятельности и конкретизации, потому что и соглашение, которое есть у Российского Исторического Общества с Национальным Архивом Финляндии, и та комиссия, которая создана при Российском Историческом Обществе по изучению преступления нацистов, это как раз вот те основы работы, основы деятельности, которые уже могут в ближайшее время получить более системный и обоюдный характер. И я полностью хочу поддержать Константина Ильича, который очень метко сказал, что по сути нам сейчас нужно просто сложить все пазлы. Пазлы в виде документов, фамилий, имен, которые присутствуют как в архивах российских, в том числе сейчас они становятся, эта информация из документов доступна в архивах финских, потому что здесь безусловно только обоюдное сопоставление, изучение, осмысление тех документов, которые еще не стали предметом такого широкого доступа научной общественности. И, как сказали коллеги, такие документы в финских архивах есть даже по результатам работы комиссии уже по данным вопросам. Это все, конечно, сейчас вот именно в сопоставлении становится возможным, поэтому полностью поддерживаю предложение о создании именно совместной такой комиссии, комиссии историков. Еще раз подчеркиваю, что предпосылки уже есть, наличие соответствующей комиссии при российском историческом обществе, которое выступает инициатором и нашей площадки, и одним из главных участников проекта, беря на себя вот именно экспертную оценку осмысления научных подходов и профессиональной коммуникации. Безусловно, что, когда мы говорим о возможных дальнейших вариантах сотрудничества, то варианты совместной публикации или, может быть, совместного какого-то информационного портала тоже здесь были бы интересны и стали бы возможностью ознакомления с этими документами уже и той заинтересованной общественности, которая, именно основываясь на документальных материалах, сейчас могла бы уйти от ненужной политизации этих сюжетов, понять обоюдность наших профессиональных устремлений и подчеркнуть именно ценность исторических источников архивных документов, которыми мы сегодня уже обладаем. Поэтому спасибо еще раз за такое желание к совместному сотрудничеству. Я обращаюсь прежде всего к вам, господин Хаутева, и надеюсь, что мы сможем в ближайшее время после завершения вот всех наших искусственных и совершенно неестественных ограничений, уже встретившись воочию, конструктивно проговорить какие-то сюжеты и воспользоваться возможностью посещения финскими историками российских архивов и, соответственно, российскими историками вашего архива. Спасибо. Мы все тоже надеемся, что эта система удаленного общения когда-то все-таки будет заменена общением личным. Лично. встретимся в Москве или в Хельсинке или в Владикавказе и там будем уже общаться непосредственно. Благодарю вас. Я бы хотел предоставить возможность выступить нашим финским коллегам, возможно, госпожа Хаппенен захочет и господин Дмитрий Фролов. Пожалуйста, как вы решите? Большое спасибо. Я бы мог продолжить. Да, пока Дмитрий Владимирович еще не напроводится. Спасибо, госпожа Малышева. Я думаю, что мы говорим в основном о ресурсах и расписаниях. В октябре и новом запланировано кое-что, но, в общем-то, это немножечко слишком быстро для такой непростой работы в архивах. в нашей стране взаимодействие это наше не означает полное совпадение взглядов. Крайне важно быть открытыми в наших материалах. В Финляндии у нас нет засекреченных материалов по Второй мировой войне. Все материалы, все документы в форме военных или международных архивов также существуют в форме полностью доступных для широкой публики частных архивов. Полагаю, что работа, которую следует осуществить, она потребуется по проверке этой работы и это большой объем работы и она не обязательно будет быстрой и легкой. И нам нужно также и поговорить об этих материалах, провести некий объем дискуссии. Проблемы, связанные с финскими материалами, в том, что они на финском языке в основном. И, конечно же, с этим связана непростая задача, связанная с ними, с работой, с материалом на финском языке, а это не самый распространенный язык. Но все равно мне очень отрадно то, что мы подобные обсуждения и процесс начинаем. Это уже отрадно. И все-таки это не политический вопрос, на наш взгляд. В Финляндии этот вопрос не считается в политике, не видится в политическом разрезе. этот вопрос скорее касается исторической, точности исторической научной информации. Я на правах члена финской академии наук, как человек, который проработал над 30 историческими монографиями. хочу сказать, когда мы работаем с интервью, с материалами, которые мы получаем от людей, которые побывали, так сказать, в определенной зоне, в лагерях военных, это непростая задача. Были слухи, были слухи, церковные слухи, которым люди верили. и подобное было не только у нас, они были и в Германии. То есть, слухи там о том, что русские идут там и так далее. И если посмотреть на проделанную работу, работу, проделанную генералом Куприяновым, он отдавал себя чет в том, что информация, в том, какая была информация, связанная с военными преступлениями. И он выбирал какие-то материалы, которые готовились к отправке в Финляндию. Он не все посылал в Финляндию, поскольку он хотел, стремился точные материалы, точные документы посылать в Финляндию, касающиеся военных преступлений. И крайне важно сличить, сопоставить материалы, документы, присланные в Финляндию, комиссия генерала Куприянова. И эти материалы следует сличить с материалами в архивах НКВД и других организаций. я считаю, что работа эта требует времени. И вот эта работа, которая будет опубликована, вот эти все публикации намечены, это только начало, начало работы осмысления и осмысления начала дискуссий. кое-что уже сделано, конечно, кое-какие дискуссии прошли, но, конечно же, в целом, я очень приветствую то, что у нас есть возможность обсуждать все эти вопросы с профессиональными историками, грамотно и спокойно. Спасибо. Санькия. Коллега Нортева, я абсолютно согласен, что мы должны работать вместе, должны заниматься с лечением документов, что это совсем непростое дело. В общем-то, мы и не торопимся. Эта работа рассчитана на ряд лет, и я думаю, что мы в конечном итоге ее доведем до конца. А сейчас хотел бы предоставить слово нашим коллегам Северного Кавказа. У нас две сегодня замечательные дамы участвуют. Зарина Тимурна Плиева, декана исторического факультета Северо-Астинского госуниверситета, и Берт Владимирова Туаева, проректор госуниверситета того же и председатель отделения Российского исторического общества. И как раз у вас уже есть реальные контакты и наработки по теме сегодняшнего нашего совещания. Пожалуйста, мы готовы и рады будем вас выслушать. Вам слово. уважаемые коллеги, я рада всех вас приветствовать, в добром здравии. Как сказал Константин Ильич, это сегодня не фигура речи. Спасибо большое, Юрий Александрович, за ваше модераторство, потому что вы, как ни по другой, можете всю конву нашего сотрудничества проговорить и расставить правильные акценты. Все к тому, все хочу добавить лишь информацию о том, что наше совместное сотрудничество с финскими коллегами, с господином Юси и с господином Фроловым не так давно началось, но уже те первые результаты, которые наше совместное сотрудничество наработало, были только что высокооценены. Господином Юси, спасибо вам большое. Но хочу сделать небольшой такой акцент, что наша работа, работа профессиональных историков сегодня не просто актуальна и важна. Мне кажется, вот наша сегодняшняя конференция это лишнее подтверждение тому, что мы несем некую гуманитарную миссию, потому что, как говорили предыдущие спикеры, мы должны отталкиваться от точности исторических фактов. И здесь немаловажно, мне кажется, будет сделать такой акцент, не просто выявить эти факты, придать их огласке, опубликовать, чтобы они были доступны широкой общественности, но понять, почему это происходило и чем в конце концов это закончилось. Ведь судьба каждого человека, каждого участника этих событий, это такой маленький микромир, который состоит из разных-разных аспектов. И вот ту гуманитарную миссию, которую мы с вами пытаемся нести, вот здесь как раз таки, как говорила госпожа Малышева, это уже исследовательская ответственность. И то, что делает Институт Российской Истории РАН для того, чтобы опубликовать эти источники и довести их до широкой общественности, прежде всего, они должны быть подтверждены. Большое спасибо коллегам. Что касается продолжения нашего сотрудничества уже в рамках регионального отделения Российского Исторического Общества, просто межрегионального и межвузовского, а также межгосударственного, я имею в виду Россию и Финляндию, то, конечно же, мне кажется, было бы интересным не просто закончить и, может, даже продолжить, потому что вы правильно подчеркнули, что работа не початый край, мы только начинаем. Со своей стороны хочу сказать, что мы пытаемся возразить ту школу научную военных историков, которая была создана в советские времена, и достаточно широкий массив архивных источников они тогда представили в суду широкой общественности. К сожалению, произошел разрыв поколений следовательском, и сегодня наша задача, задача ВУЗа этих историков все-таки поставить в один отряд военных историков всего мира. И мы этому учим наших аспирантов молодых. первые наработки, которые были в рамках проведения вот этой исследовательской задачи, которую перед нами поставил финский архив, возглавляла рабочую группу Залина Тимуровна Плиева, которая здесь присутствует. В эту группу входили и аспиранты, и магистранты, и молодые наши педагоги. Более подробно об этом скажет чуть позже, если позволит Юрий Александрович Залина Тимуровна. Я хочу сказать, что с финским архивом я надеюсь на дальнейшее сотрудничество и может быть даже совершенно других аспектах, потому что и Кавказская война нам была бы интересна, еще и Грэн, которому осинский народ особенно признателен за грамматику, и многие другие аспекты. Если позволите, Юрий Александрович, тогда меня дополнит Залина Тимуровна. Спасибо большое, коллеги. Еще раз всех приветствую. Я еще раз всех приветствую. Welcome dear Yussi, dear Paivy. Дорогой Yussi, дорогой Paivy, добро пожаловать. Рада приветствовать Дмитрия Джоновича. Действительно уже какие-то теплые у нас сложились отношения в рамках работы над проектом, поэтому мне очень приятно вас видеть в данных условиях, в данной ситуации по видеосвязи, но, как сказал Юрий Александрович, действительно, возможно, скоро мы уже соберемся и поговорим обо всех этих вопросах, которые очень интересны, очень нас волнуют всех уже живем. Я хочу тоже выразить свою большую благодарность как российскому историческому обществу за такую работу серьезную в этом направлении, так и финскому архиву, и подчеркнуть, что вот это истинно научное сотрудничество, мы видим именно научную составляющую здесь больше, чем политическую, оно очень нужно. И, как сказала Берта Владимировна, перед нами большая задача сейчас подготовить новое поколение историков, историков, которые бы говорили о войне профессионально и опираясь на те новые источники, которые благодаря нашим архивам, российским архивам, архивам, архиву финскому национальному рассекречены и сегодня увидели свет. Несколько слов о том проекте, который мы выполнили совместно в сотрудничестве с финским национальным архивом. Я еще раз хочу сказать спасибо за ту настойчивость наших финских коллег, потому что почему-то финские коллеги верили даже больше в то, что мы найдем живых участников тех событий, чем мы, потому что времени прошло много, действительно старое поколение уже уходит и найти очевидцев, которые бы рассказали, подтвердили те события, о которых рассказали в своих дневниках финские добровольцы, которые участвовали в составе дивизии здесь, на территории Северной Осетии, представлялось желательным, но не совсем верилось, что так и будет. Я вам благодарю, это действительно такая историческая счастливая случайность, которая случилась и нам повезло, и мы действительно подтвердили все документально, услышали очень много нового. Благодаря запросу финскому национальному архиву мы, в принципе, продвинулись и в тех вопросах, которые мы должны были решать здесь, для нашей местной национальной истории, поэтому это очень позитивный опыт, очень нужный научный опыт. И вот говоря о научном таком историческом счастье, я все-таки тоже хотела бы еще раз напомнить и сказать о том, как важен для нас Шогрин, для всех осетин. я хотела бы еще раз представителям Финляндии сегодня сказать спасибо за этого человека, потому что в нашей научной составляющей очень много уделяется такому историческому случаю. Случай был, как я уже сказала, нам повезло с тем, что мы живого очевидца 95-летнего встретили, который раскрыл нам очень много секретов той войны, которую она оставила, и который нам историкам хочется раскрывать. Но вместе с тем, исторический случай, когда Шогрин проезжает через Осетию уже несколько веков назад, можно сказать, и в принципе академик Шогрин, который был задачен вопросом проехать через нашу территорию и решить вопрос, личный вопрос, у него болели глаза, он хотел лечить глаза, однако оказавшись здесь, на нашей территории, познакомившись с историей нашего народа, осознав то, как нуждается осетинский народ в том, чтобы у нас появилась своя грамматика, остался здесь, и свой научный исторический подвиг совершил на территории нашей Осетии. Мы очень благодарны, и хотелось бы, пользуясь случаем, просто сказать о том, что мы бы были заинтересованы в совместной работе по этому вопросу тоже, потому что мы знаем, что много интересных материалов находится в финском национальном архиве, это очень важно для Осетии в том числе. Также я хотела бы сказать, вернувшись к нашей теме, вот накануне празднования Великой Победы, Великой Отечественной войне, я хотела сказать, что опять же мы знаем, что есть еще интересные сведения о финском национальном архиве, сведения, которые уже упоминались, касающиеся интернированных, военнопленных, которые находились на территории Финляндии, и в этом вопросе мы тоже бы хотели продолжить совместное сотрудничество, какие-то совместные публикации вместе с финскими коллегами подготовить, ну и работать также в нашем местном архиве. Также хотелось бы еще сказать о том, что у меня есть личный вопрос к Юси, я знаю, что ваш ближайший родственник был участником Кавказской войны, и вот те сведения, которые есть в Финском национальном архиве, касающиеся Кавказской войны, ваши личные, значит, какие-то сведения, мемуары ваших родственников тоже бы хотелось бы услышать, то есть вопросов много, желания сотрудничества, желания дальнейшего сотрудничества тоже присутствуют, и мы на это очень надеемся. Ну вот, так вот, коротко, но обо всем, о многом хотелось бы сказать. Спасибо, коллеги. Хочу ответить вам, отреагировать, благодарю вас за великолепную работу, которую провел Университет Северной Осетии. Признателен вам за нее. Также отрадно то, что в ней задействованы студенты. Это возможность для них обрести опыт, и кроме того, очень важно, что об этих событиях возможность рассказать получил свидетель. По сути, вы обратились к муниципальным архивам для того, чтобы найти информацию о погибших. Ваша работа это красноречивый пример хорошего сотрудничества, пример получения информации с вашей помощью. мы говорили уже с вами об этом, если посмотреть на ситуацию на Кавказе, в СССР и Осетии о смежных вопросах, информации в Финляндии очень мало, у финских историков, у германских историков очень мало информации, полученной от жертв войны в частности. здесь, конечно же, хотелось бы получить более четкое представление о финских добровольцах, которые воевали, в общем-то, на соответствующих территориях, чтобы узнать больше о том, что действительно происходило в деревнях. Благодаря вам. Я считаю, что этой работой полезно заниматься вместе. Здесь хорошая возможность задействовать молодое поколение историков, и тогда они смогут сами работать над научно-исследовательскими проектами. Работа об этом уже есть, и планы у нас уже есть, появились встретиться с вами, обсудить сотрудничество, поработать, приехать к вам поработать на месте, и мы с удовольствием продолжим ее. И вообще, нам, конечно, очень отрадно, очень приятно в связи с тем, что вы уже по линии этих проектов для нас сделали. Спасибо. Может быть, профессор Фролов? Спасибо, Сергей Александрович, потому что я хотела бы тоже сейчас присоединиться к коллегам и сказать, что действительно очень важно вовлечение в нашу работу именно молодого поколения, в том числе будущих историков, формирование сейчас их именно профессиональной составляющей. И вот в отношении тех документов, о которых мы сейчас говорим, переданных и рассекреченных из ведомственных архивов, государственные архивы, здесь тоже привлечение студентов, в том числе вот Сергей Геннадьевич очень активно работает в этом направлении, мне кажется, может даже в какой-то мере и снять языковую проблему господин директор, потому что вы совершенно верно сказали, что она присутствует именно в изучении документов, но ребята, знающие финский язык, таких я знаю в Карелии немало, вот их действительно вовлечение в эту научную деятельность. И второй момент, который мне тоже хотелось бы еще подчеркнуть, что, наверное, сегодня, как никогда, наша научная профессиональная работа, она очень востребована общественной составляющей, потому что, когда мы говорим, вот, например, о проекте без срока давности, то его инициатором стало поисковое движение России, и это связано с установлением судеб погибших, как мирных жителей, так и военнослужащих, причем, как и финских, так и Красной Армии советских военнослужащих. Поэтому, действительно, я полностью поддерживаю вас, господин директор, именно от достоверности исторических фактов здесь будет зависеть еще и деятельность общественных организаций и структур, которые связаны с увековечиванием памяти погибших во Второй мировой войне. Спасибо. Кто у нас еще не выступал? Сегодня участников совещаний с финской стороны есть такие? Или же нет контакта? полагаю, профессор Фролов, в общем-то, он тоже мог бы выступить, он же ввел исследования касающихся военнопленных, российских военнопленных Финляндии и наоборот. И я считаю, что он мог бы поговорить о вопросе, который касается каталога материалов о павших людей, советских военных, погибших в войне. У нас есть личная информация, у нас есть личные документы. Вот вопрос каталога, да, обсуждается у нас уже давно. Я считаю, что этот вопрос, этот вопрос хотелось бы вас информировать. Когда мы, понимаете, мы здесь говорим о человеческом изменении трагедии. Здесь можно изучить письма, письма погибших солдат своим родным и близким. Конечно же, это не то, те сведения, которые должны храниться в архивах, так сказать, ведь эта информация, она может оказаться очень злободневной для оставшихся живых родственников. Она может быть актуальной по поводу судьбы их родных и близких. И Дмитрий Фролов мог бы выступить по этому поводу, он может, я считаю, выступить на русском языке здесь. Я ему могу передать слово. коллеги, меня можно не переводить, вам главное понять, слышно меня или нет. есть. Я понимаю, понимаю, поэтому можно выступать и на русском. Уважаемые коллеги, я рад приветствовать вас из Хельсинки. Меня можно не переводить достаточно, я по-русски буду говорить, нас понимают. Спасибо, спасибо вам большое за то, что вы нашли время встретиться с нами, и спасибо за очень интересные выступления. я действительно немножко расскажу о советских, ну, начну с советских военнопленных, поскольку это основная тема нашей сегодняшней встречи. Наверное, по цифрам надо вас ориентировать, что порядка 65 тысяч советских военнослужащих было в Финляндии во время войны продолжения, 1941-1944 год. Лагеря для советских военнопленных располагались не только на территории Финляндии, но и на территории оккупированной Карелии. Если по цифрам говорить, то первая самая большая партия советских военнопленных прибыла в лагеря уже в первом полугодии 1941-го года и порядка 56 тысяч, но вот если исходить из общего количества, еще 9 тысяч, а следующие 2,5 года войны. Посмотрим по смертности военнопленных, чтобы не надо меня переводить, я справлюсь. По поводу смертности, спасибо большое, меня не надо переводить. Это требование, это требование организаторов. По поводу смертности, если брать общее количество, то мы прекрасно себе представляем, по поводу смертности военнопленных. Я продолжаю говорить по-русски, поэтому если говорить непосредственно уже о карельской территории, то нашим данным, которые точны и аккуратны составлены, в Лагерях скончалось около, точнее, не около, а точно 1998 советских военнопленных. У нас есть имена, у нас есть причина смерти, у нас есть средства и закономить. Мы готовы поделиться с российской стороной этой информацией, более того, что, более того, и вы можете прямо сейчас в открытом и удаленном доступе посмотреть эту информацию на нашем сайте, на нашей базе данных о погибшем военнопленном. Сразу же хочу нашим осетинским коллегам большое спасибо за нас сотрудничать, мы очень рады были с вами сотрудничать. Я думаю, что вас заинтересовала эта цифра. По нашим данным, 50 лет осетинских граждан, точнее, уроженцев и жителей Осетии, это разные национальности. Умерли в лагерях для советских военнопленных военнопленных это 10 осетинских астальные это русские, лукаринцы, белорусы, татары, нагайцы и так далее. Эта информация у нас есть, у нас есть места для захоронения, у нас есть информация откуда они призваны в Красную армию. Мы готовы поделиться с вами, готовы в лагерях из вас это заинтересует. Так что мы ждем от вас официального запроса по лагерях и вам это обязательно сделаем. Ну, чтобы еще представлять себе общину, естественно, на территории Финляндии находились лагеря для немецких военнопленных, которые относились к немецкой армии. Так называемые шталаги, это северная вложимость северная страна традиционная, рабочая группа, рабочие группы, которые сработаны на строительстве дорог. К сожалению, у нас нет полной массы официальных военнопленных, которые в нашей вепартии была, но вы можете, наверное, посмотреть документы у ваших немецких партнеров, я думаю, что вас готовы опятаться с институтом Германии, я знаю, что проект у вас идет совместный, уже готовы помочь, если это зависит, если мы можем помочь. говорить о финских военнопленных союзе, цифры, естественно, во много раз меньше были, в нашем данном 5000 финнов было пленено во время Великой Отечественной войны, так что у нас есть хорошая база данных, если подписывайтесь, вы можете знакомиться с базой данных военнопленных в Советском Союзе, я думаю, это вам тоже поможет. Касаясь документов, о чем говорил генеральный директор Юси Нортова, списки русских документов военного характера, находящихся в дальнейшем военном архиве Финляндии, составлен в 2004-2006 годах, это записные книжки, это документы, это документы 44-й стрелковой дивизии периода зимней войны, 12-й Казахстанской дивизии, то, что может заинтересовать наших карельских исследователей, это материалы, касающиеся толку, партийных организаций на территории, вентарные книги, бухгалтерские документы, сведения о погибших и раненых и так далее, и так далее, и так далее. Кроме того, у нас есть материалы, то, что собиралось на поле боя с погибших военнослужащих Красной Армии или с пока попавших в плен, это личные документы, профсоюзные книжки, комсомольские билеты, в некоторых случаях паспорта, есть личные письма, которые не были отправлены или были получены бойцами, есть кошельки, некоторые фотографии, бумажные и железные деньги, так что это очень большой объем материалов, мы говорили нашим карельским партнерам из Национального архива Финляндии об этих материалах, так что если вдруг они заинтересуются, то мы готовы оказать помощь и готовы встретить и будем рады видеть вас в Национальном архиве Финляндии, поможем вам, расскажем, покажем. Спасибо. Спасибо большое за эту информацию и за приглашение к сотрудничеству. Коллеги, у нас есть еще желающие высказаться или же мы будем подводить итоги нашего совещания. Видимо, будем подводить итоги. Вы знаете, я думаю, что это очень полезная была наша встреча, хотя и в отдалении друг от друга и она показывает, что нужно, тут я совершенно согласен с финскими коллегами, нужно встречаться, нужно говорить, нужно обсуждать проблемы, нужно сличать документы с тем, чтобы обрести единую непротиворечивую картину событий прошлых. Наша первая сегодня попытка, она, мне кажется, важна тем, что мы все выразили готовность сотрудничать и продолжать наши научные контакты. В связи с этим есть такая идея, когда минует вся эта полоса пандемии, я надеюсь, что к осени мы выйдем из этой ситуации, может быть, нам подумать о том, чтобы встретиться уже в очном семинаре, с удовольствием встретим наших финских гостей, гостей из Ладикавказа, Митрозаводска, и проведем уже такой расширенный и уже более продолжительный рабочий саммит по этим проблемам. Если у вас нет принципиальных возражений, то я надеюсь, фонд истории отечества и российско-историческое общество нас поддерживает, и в этой связи я бы хотел предоставить небольшое заключительное слово нашему хозяину Константину Могилевскому. Пожалуйста, Константин Игорьевич. Спасибо большое, Юрий Александрович, что хозяин наш интернет сегодня. Мы вот в интернете встречаемся. Но мы действительно, вы видите, с Юрием Александровичем преодолели временно вот эти ограничительные меры приехали в Дом Российского Исторического Общества, откуда ведем наш разговор. Мне кажется, очень полезное действительно обсуждение состоялось, и главное, в общем, действительно, есть понимание того, что нужно двигаться к единой общей непротиворечивой картине наших представлений о всех аспектах второй мировой войны, которая затрагивает наши страны и народы. И здесь альтернативы изучению архивных документов, конечно, нет. И большое спасибо финским коллегам и за указания на целый ряд публикаций, которые за последнее время были подготовлены в Финляндии, и на базы данных. Наши историки работают с ними. Ну вот, видите, как сказал Сергей Геннадьевич, вновь введенные, впервые введенные в научный оборот, в общественный оборот документы, они настолько важны для понимания общей картины, что занимают половину сборника. Половину сборника занимают документы ранее известные, а половину документы новые. И мне кажется, в этом смысле особенно важно, чтобы специалисты на них посмотрели бы совместно, соотнесли те данные, которые есть в системе, которые вновь открываются, и посмотрели бы, потому что действительно где-то в каких-то воспоминаниях, в иных источниках личного происхождения реальная картина искажаются, и важно сопоставлять и официальные документы, воспоминания, дневники людей, участников тех событий, для того, чтобы общую картину получить, для того, чтобы мы все-таки могли все вместе убедиться в том, что мы сделали максимум возможным для того, чтобы поименно знать всех жертв, как военнослужащих, так и гражданских лиц, так и тех, кто виновен в гибели, были ли эти люди осуждены еще в сороковых годах, либо возмездить их так и в свое время не нашло. Я хотел бы сказать, что мы получили очень признательно за приглашение финских коллег на российско-финский культурный форум, надеюсь, что действительно, как сказал Юрий Саныч, все в Академии наук знают, что возможно, действительно, к осени ограничения будут уже сняты, тогда мы сможем встретиться в городе Лахте, пройдет этот российско-финский культурный форум. Я думаю, было бы очень здорово, если бы в рамках этого мероприятия мы могли бы и на эту тему тоже очень поговорить, обсудить уже какие-то результаты. Наверное, на рабочем уровне нам стоит создать эту рабочую группу, семинар из российских историков, очень хорошее предложение привлечь студентов, владеющих языками. Думаю, что с финской стороны коллеги тоже дадут своих представителей в эту рабочую группу, в этот семинар. Мы со своей стороны посмотрим, я думаю, что по линии фонда истории отечества сможем найти какие-то ресурсы для того, чтобы помочь российским историкам организовать эту работу, когда нужно поехать в Финляндию поработать, в финских архивах с документами. Настроены все эти задачи решать вместе с вами. Спасибо большое. Присоединяюсь к благодарности Ирия Александровича Петрова в адрес всех участников сегодняшней встречи и хотел бы еще раз пожелать всем крепкого здоровья. Спасибо, КСНК. Благодарю вас. Что я хотел бы сказать разрешение у наших коллег по совещанию на предмет того, что мы будем в СМИ в средствах массовой информации давать комментарии по поводу нашей сегодняшней встречи и нам нужно ваше согласие, формальное согласенное. Если вы не возражаете, я надеюсь, то мы дадим соответствующую информацию о нашей встрече в самом неподложительном времени. видите, все кивают. Спасибо. Спасибо. Если встречу вы записали, и если вы ее опубликуете вот в таком виде, в записном, то возражений с нашей стороны нет. скажите, вы услышали, вы нас услышали, скажите, пожалуйста, вы нас услышали, что мы сказали, коллеги? Я отвечаю на вопрос, который был поставлен коллегой Нортаева. Встреча записывается, записывается, копия записи будет предоставлена финской стране, и именно в этом формате в записи она будет размещена в СМИ. Окей? Вы меня слышите? Или нет? Окей. Да, согласны. Согласны с тем, что с записи встречи и с освещением в таком виде в СМИ. У нас нет с этим никаких возражений. По поводу того, что сказала наша коллега из Северной Осетии по поводу участия одного из моих родственников в войне, но не в Осетии он участвовал, но он, в общем-то, моя семья была разделена в 20-х годах XIX века. Один из моих родственников был президентом Карельской республики. Так что у нас есть семейная трагедия на с двух сторон. У нас дочь, его дочь была известным шпионом в Финляндии и она в 60-х годах XX века умерла в Караганде. То есть, в общем-то, это трагические события, они стали частью нашей семьи. Просто вам для справки. Спасибо за эту откровенность. Спасибо. Ну что ж, коллеги, мы завершаем наше совещание. Я еще раз искренне всех благодарю и поздравляю с приближающимся нашим праздником, днем победы советского народа над фашистской Германией. С 75-летием вас этого великого события. Спасибо всем. До свидания. Благодарю вас и вас тоже поздравляю. Спасибо. 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 Продолжение следует...